Иду, 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 и вот плюхнулся. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Святослав Реммер. Хорошее движение, хорошее энергетическое наполнение. Наш губернатор, губернатор Воробьев, Воробьев, Воровбьем, Воробьев, Андрей Юрьевич, Харслих Вилькомен, Нопа Саран. А вон он, кстати, видите, у меня там вдали всегда со мной мамулечка моя в лаборатории и Воробьев. Андрей Юрьевич, хочу поздравить, молодец, я видел по ютубу церемонию вручения знаков перехода власти. И наш Воробьев стал законным путем, выборно стал губернатором. Показывали идеи, очень интересная процедура. Всем советую посмотреть, наберите в ютубе губернатор. У него прям такой свой канал, называется губернатор. Почему я вспомнил, я уже говорил, что вот это движение сперва придумал Реммер. Потом я увидел, я был в Стамбуле, Реджеп Таип Эрдоган. В метро спускаешься, и там ручки где держать, а от этой ручки идет такое кольцо. Вот у нас такого нет, а у них такое кольцо. И на кольце там такая площадочка, и там фотографии. У меня есть фотографии, я фотографировал. Представьте, этих колец несколько тысяч, не сотен, а тысяч в метро. И на каждом Эрдоган, правильно говорить, Эрдоган, вот так с рукой. Хорошо, я приветствую, что наш губернатор Воробьев, во-первых, он молодец, хорошо выглядит. Я вообще хотел про рестораны начинать. Что он вот такой знак. Это значит сердце, сердечно, сердечно. Немецкое слово «херцлих велькомен», добро пожаловать, грубый перевод русский, на самом деле означает «сердечно вас приглашаем». Херц, сердце. Помните рекламу у нас «херц», 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 потому что это было «херцлих», немецкое слово «херцлих», «сердечно». И еще американцы, и еще кто-то, многие прикладывают руку к груди, к левой стороне, намекая, что сердечно, сердечно. И я рад, что наш губернатор, что он обратился к нам, к народу, нашей Московской области, вот здесь, именно конкретно. И сказал «спасибо, друзья, буду работать сердечно». Забыл, как он говорил, но говорил «тепло». Молодец, Андрей Юрьевич Воробьев, молодец. Вот. Вывод, рестораны. Дорогие друзья, у нас в Долгопрудном, приезжайте к нам в Долгопрудный. Чудесный город. Такой неофициальный лозунг, девиз, слоган. Долгопрудный. Город славный, город чудный. У нас есть ресторан «Цеппелин». Немецкое название, немецкая фамилия. Цеппелин. Это инженер, немец, который считается, что он придумал дирижабль. На самом деле придумали французы, просто немец их развил, обустроил и так далее. А наш город связан с таким понятием, как дирижабль, улица дирижабельная есть, дирижаблестроение. Это отдельный рассказ. И вот один хороший человек, мой друг, товарищ Никишкин Владимир Александрович. Владимир Александрович, херслик велькомен. Построил по моей идее. Он потом мне признался, что спасибо, Генрихович. Я говорил, надо построить отели. И, кстати, отдельная программа, о чем я говорил, сейчас воплощается в жизнь. Построить набережную. Я снял видео. Построить отели. Никишкин построил. Набережную Влад построил, но это не набережная, а наш глава города, замечательный, молодой, сильный. Одни говорят, каратист, другие говорят, боксер. Но это не то, что набережная, это покрытие. Я говорил, набережную построить. Я говорил, парковку сделать. Паркинг высокий сделали. Паркинг. На этом все есть. Видео. Сделать пляж. Он сделал пляж, но маленький. Я говорил, вот в таких размерах, а сделали в таких. Но уже начало положено. Поэтому, Владислав Юрьевич. Молодец. Христос Велькома. У нас Андрей Юрьевич. Владислав Юрьевич. И у нас технический директор Шаломеев Владимир Юрьевич. В народе говорят, вот тебе бабка и Юрьев день. Знак Юри. Это же Рюрик от имени. Рюрик. Викинги. У нас в городе Викинги. Я с курсовой говорю, Светлана Васильевна. У нас в городе три очевидных викинга. Юдин. Ремер. И Лидия Михайловна. Забыл фамилию. Она улыбается. Светлана Васильевна. Она думает, что художники, они того. Викинги – это рус, рус племени руссы. Блин, я хотел же про рестораны. Руссы, которые шли из варяг в греки. Цеппелин. Хороший ресторан. Меня пригласил туда Никишкин. Мы сидим. Владимир Александрович. Наш классный мужик, который придумал постройку технопарк. Лихачевский бизнес-комплекс. Классный. Несколько корпусов. Это надо иметь в голову. Все сообразить. Правда, курилку там у него архитектор поставил не там. И потом я переносил. Владимир Александрович Никишкин сказал мне. Если вы хотите, Светлана Генриховича, переносите. Но за свой счет. Я доплатил 150 тысяч рублей наличными. И ее перенесли. Копали там и так далее. Потому что она стояла слишком в центре прямо. Но он меня пригласил в ресторан. Владимир Александрович. Хороший ресторан. Все классно. Только у меня в голове нет соображалки, идеи. Назвали его Цеппелин. Это немецкое название. И кухня, по идее, должна быть немецкая. Я, кстати, вернусь. Сначала мой выпуск называется Легкая критика. Легкая критика. Никакой политики. Чистый just business, как они говорят там на Западе. Моя помощница сказала, попробуйте без галстука. У меня галстук такой классный. Трамповский. Реальный. У Трампа же был магазин, где продавались его вещи. Я приехал в Нью-Йорк. И там запонки, галстуки. Дональд Джей Трамп. Классно. Рубашки я купил. Фотки везде с ним. В Мэйсис. Целый этаж. Трамп. Трумп. Кстати, русский немец. Его фамилия Трумп. Я говорю русский, потому что у него один из родственников поехал в Россию. А другой родственник поехал в Америку. Трумпы. Это их фамилия. Кстати, Америка, там много немцев. Джордж Буш, там много-много немецких слов. А Джозеф Байден, это англо-саксы. А саксы, это племена немецкие, которые перешли в Англию. В Германии район остался. Саксония. Вывод. Ресторан Цепелин. Очень хороший ресторан. Мы начали покушали. Едим борщ. Я говорю, Владимир Александрович, что-то не хватает в борще. Борщ, борщ. Что такое борщ? В Нью-Йорке написано расшифровка. Vegetable soup with meat. Овощной суп с мясом. Я говорю, что-то не хватает. Что-то не хватает. Он вызывает повара. Вызывает, приходит повар. Я говорю, послушайте, картошка есть? Нету картошки. Блин. Ё-моё. Я вижу, что он расстроился. Он старался. Ну ладно, ладно, Генрихович. Ты как бы с тобой, как не поешь, что-нибудь ты все время увидишь. У меня талант такой. Люди рождаются у каждого таланта. Он математик. Физтех, физмат. У него в голове калькуляторы. Договоры он пишет такие. Как бы. А я вижу, это талант. Это божий дар. У каждого есть божий дар. Большой, маленький. Бывает, человек имеет талант. Но он его проспал. Он его почувствовал. Но не мог его, застеснялся открыть. У меня талант. Вот я вижу, что... В Большой театр пришел. Я вижу, что они неровно танцуют. Ё-моё. Ножки поднимают. Несинхронно. Я думаю, как же так? Большой театр. И они должны быть идеальны. Или еще куда-нибудь ты придешь. У меня это невольно возникает. И стоит всегда вопрос. Сказать или не сказать? Сказать, промолчать? Вот я говорю. Владимир Александрович. Нет картошки. Борщ. Это царь. Стола. Хлеб всему голова. Хлебникову у нас район есть. Хлеб всему голова. А глава... Отсюда происходит слово голова. Глава республики и так далее. Хлеб всему голова. А царь стала у русских людей. Южная часть России это борщ. А дальше в Урал-Сибирь и остальная Россия. Щи. Щи с мясом. Первая. Горячая. Поэтому, блин, ну как же без картошки. Кстати, второе у нас кафе есть. Которое как бы ресторан. Называется IQ. Там тоже без картошки борщ. И я там несколько раз об этом говорил. И там приглашал повара. Я помогал одной женщине из Донбасса. Из Донецка. Я им помогал обустроиться. И мы там... Кстати, там гостиница IQ. Такое название такое американское. IQ. Типа. И там хороший маленький такой отельчик. Типа Дом ученых. И вот туда заходишь. Я говорю, борщ без картошки? Да. А почему? А это наше авторское право. Блин. Я думал, почему. Дело не в самой же именно картошке. Я думаю, что они экономят время. Ну вот эти люди, которые придумали такой ход конем. Борщ без картошки. Картошки. Я думаю, они не то, что в деньгах. Они экономят на время, чтобы почистить. Она же не так дорого стоит, картошка. Жанна мне говорит. Без галстука. Попробуйте без галстука. Вот попробовал. Главное, что стрелочки вот есть. Ну, как-то так слишком уж по-американски. Как-то без галстука. Рубашка. Рубашка хорошая. Майкл Корс. Но. Я вот попробовал как-то без галстука. Ну, одно оправдание, что вечер. Вечер. Двадцать часов уже. Вывод. Пожелание. Ресторан Цеппелин. И Ай-Кью. Они там рядышком. Рассмотрите вопрос. Что бы с картошкой? Борщ. Борщ. Это символично. Из донецкой женщины. Она же, это же южная. Южные люди. Наш юг России. Украина. Это родина борща. Овощи с мясом. Есть несколько видов борщей. Говорим как специалист. Я в борщах. Настоящий борщеман такой. Есть первый. Классический. Базовый. Русско-украинский. Южный. Который со свининой. Вот. Есть кубанский борщ. Он как бы тоже с мясом. Ну, может быть, с говяниной. Вот. Но он с яблочком. Половинка. Есть краснодарский борщ. Он не кубанский, а краснодарский. Там яблочко тоже. Но оно маленькое. Называется райское. Есть крымский борщ. Он как бы борщ, но он зелененький. Есть московский борщ. Ресторан Пушкин. Метро Пушкинское. Ко мне приехали люди. Я их повел. Похвастаться. Блин. Крутой ресторан здесь. Это Джордж. Борис Ельцин с кем-то там приходил. В общем. Ельцин ходил еще с Жаком Шираком на Руглевке. Охота. Царская охота. А потом в Пушкина еще. Ну, в общем, такой он пафосный. Именитый. По-моему, он крутой. Номер один. Этот парень его открыл, который живопись собирает. Лифт там сделали. Пушкин. Сходите. Цены сумасшедшие. Мы тогда ели. И там были пельмени. Порции пельмени. По-моему, рублей. Ну, в общем, внушительно. Я заказал борщ. Я люблю борщ. Для меня борщ. Вот ресторан. Заходишь. Борщ. Это критерий. У вас есть борщ? Да, да, да. Дают халамбала. Вот грузинские каникулы. Борщ был, во-первых, жидкий. А, во-вторых, жутко острый. А я был голодный. И вот ресторан Пушкин принесли. Я говорю, а что это за борщ? Парень говорит. Официант Никола. И как вас зовут? Николай. Он сказал. Я говорю, простите, а вы тут уже давно работаете? Уже 18 лет. Он говорил каким-то, как тенор, как баритон. Такой. Как Шелленберг говорил про адъютантов. Помните? Фильм замечательный. Посмотрите, пересмотрите. Владислав Юрьевич, пересмотрите фильмы. Два фильма вам надо пересмотреть. У меня есть друг Влад из Красноярска. Я ему говорю, Влад или Владислав Юрьевич. Хороший парень. Каратист. Но молодой, горячий. Два фильма. 17 мгновений весны. И второй. Место встречи изменить нельзя. Станислав Сергеевич Говорухин. Я с ним встречался. Вывод. Я говорю, борщ. Он говорит, у нас ресторан Пушкин. Николай. Я говорю, у вас борщ. Он говорит, да, у нас борщ московский. Я говорю, да вы что? Он говорит, да. Наверное, вы не знаете. Я говорю, с яблочком. Он говорит, да. И он приносит мне борщ. Весь такой пафосный официант. И там яблочко. У нас должно быть. А нам просто яблоко. Пополам. Я думаю, ё-моё. Вот в Краснодаре яблочко райское. И он принёс. И забыл принести ложку. Я на него смотрю. Он такой стоит пафосный. Я говорю, а есть я буду как? С улыбкой. Тут у меня гости. Бизнесмены. Все. Я их. Картины, блин. Я им повёл их в ресторан. Картины. Им рассказываю. Люда Ремер. Живопись. Картины. Пойдёмте в ресторан. Я вас приглашаю. Москва. Повкин. И этот Николай как залился краской. Красный. Сейчас, секундочку. Он принёс мне борщ. На тарелочке. Который на тарелочке. Ещё дополнительно. Всё пафосно. А ложку забыл. Пока он бегает, он же остывает. У нас часто бывает. У официантов вечно какая-то бзика в голове. Самовлюблённые бывают. Вывод. Я рассказал про наш ресторан. Цеппелин. IQ. Упомянул слегка Пушкин. Ещё у нас есть ресторан. Называется. Он кафе, ресторан. Не поймёшь. Называется так непонятно. Теория. Говорят, что это какой-то миллионер, миллиардер. Открыл. Который сам живёт в Сингапуре или в Таиланде. Где-то там. Ну и жил бы и жил. Как бы по идее для нас. Но я пошёл туда. Заказал что-то покушать. Приносят. Я ем. А там острое. О! О! По-моему, борщ. И ещё что-то. Минус этому ресторану. Первое. А спросил официанта. Он говорит, а шо? А шо? Вы не видели? Я говорю, что? А вот в меню там такая запятая красненькая. Она означает, что это острое. Я говорю, ёлы-палы. Ёшкин кот. Любовь и голуби. Поняли? Помните? И ещё несколько выражений на эту тему есть. Которые как бы звучат прилично. Я говорю, а вы мне не могли сказать, молодой человек? О! Ну что? Какие-то вот сонные официанты. И такая же история. А, ещё мне не понравилось, что вот этот вот борщ и так далее, они несут из подвала. Теория. Там кухня у них, оказывается, внизу. И туалет, и там как-то в подвале. А потом они несут. Это мне просто... Мне! Я высказываю своё мнение. Мне не понравилось. Я привык, что вот смотришь, ты видишь. Ну, хоть немного ты видишь или кухню, как они там жарят, шкварят. В Германии возле аэропорта там стоят эти... Те самые узбеки, таджики, как они их называют. Азиатская кухня. Они... Лапшу с овощами. И она спрашивает там, кстати, спайси или не спайси тебе? Я говорю, нё, спайси. Я, я, натюрлик, говорит, китаянка. Это не пойму, кто они там. Таиландцы, они называются. Азия кухня. Рядом. Макдональдс. Что ты хочешь? А это... Азия. Полиция проходит. Я говорю, извините. Что ли ты хочешь забить-то? Я говорю, I wanna eat. Я хочу покушать. Они говорят, вот туда. I... Азиан. Кук. Do you like? Говорит мне немецкий полицейский на хорошем английском. И вот там они предупреждают. Они говорят, спайси или нет спайси. Я говорю, нет. А у нас не предупреждают. И еще один у нас есть ресторан. Я вдруг вспомнил. Блин, название японское. Короче, суши. Такинаки. Это... Тепимамбу. Это... Торговый центр город на первом этаже. Так. Тануки. Там тоже. Я люблю эту самую. Ну, это что люблю. Лосось. Я раз заказал. Острое. Я говорю, а, и супчик. А, и... Там этот самый, не супчик, а там такая говядина на картинке. Красивая. Он приносит, а она острая. Я говорю, Иван. Официант. Я говорю, а что же вы не сказали? А он говорит, а вот тут значок. И он показывает в меню такой значок, вот такую же запятую. Но она у них черная. И директор у них недобрая, не улыбается такая. Евгения. Вот когда имя двойное, Евгений, 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 Онегин у меня в голове. А когда двойное, то мне кажется, это вот на женщину влияет. Валентина, Валентина. Фильм был такой советский. Евгений, я. Я. Ах. Я говорю, а позвоните, пожалуйста, менеджера. Он пошел ей сказал, она вышла. С ним шепчется и на меня смотрит. Смотрит, смотрит, смотрит. Я думаю, подойдет, не подойдет. Наконец она подошла. В разу тебе. Она недобрая. Женя, вы не обижайтесь. Ну, как бы, это посетитель. Это не то, что там. А вообще, вот я посетитель. Недобно. Не улыбаться, ничего. Что? Ожидаешь. Мы же посетители. Мы ожидаем. Тем более, вы же пишете циферки в меню. В этом ресторане, как он называется. Грузинские каникулы. Так шумели. Так кричали. Мы вызвали менеджера. Я был убежден. Скажут, мы вам дадим скидку. Ребята, нифига, тишина. Мы вышли, у меня уши. Бум-бум-бум. Наш топинамбур. Такинаки. Тануки. Нет, там не кричали. Все нормально. Но, блин, Евгения такая хмурая. Потом я еще раз ее видел. Опять тоже. Такая вот. Что вы хотите? Я говорю, видео может не поговорить. Поговорите с нашим отделом. Она говорит, поговорите с нашим отделом. Звучит, как поговорить с нашим спецотделом. И пропадает все желание. И видео, и день рождения. Как-то... Следующий ресторан. Сан Реймо. Надо говорить по-итальянски. Сан Реймо. Они звучат. Мне он нравится. Легкий, классный. Пицца тонкая. Вкусная. Большая. И еще они там открыли стейк. Стейк. Мясо. Несколько раз я заходил к ним. Цеплялся как бы внутри. Ну что? Что? Давай, Ремер, посмотри. Ну, вкусная пицца я съел. Там такая официанточка у них такая. Не молоденькая. Вот совсем, когда ставят девочек. Официантов ставят. Когда девочек, это специально, чтобы что? Чтобы у мужика не было духу на нее там наехать. Потребовать что-то. Когда подходит, такая. Солнышко. Она похожа на твою дочь. У тебя нет сил что-то высказать. А там такая тетенька. Вежливая. Там у них какие-то бонусы, шмонусы. Там тыры-пыры. И на входе все вежливо. Туалет хороший. Руки помыть. Салфеточки, малфеточки. И даже я помню, что я там съел и пиццу, шмидцу и мяско съел. И даже я помню, я выпил пиво. Мне нравится, когда пиво не в кружке такой колхозной, а в таком тоненьком бокальчике. Чуть-чуть-чуть, по чуть-чуть. Выпил пешком. Это если без машины. Парковка у них там. И название такое хорошее. Сан Ремо. Это город итальянский. Я туда приезжаю. Мне он нравится. Приезжал в те времена. Легко. От Милана 4 часа на поезде. И ты приходишь у нас в Долгопрудном. Сан Ремо. А итальянцы так именно и говорят. Как бы усиленная буковка Р. Сан Ремо. Он маленький. Похож на Ялту. Может быть в будущем будет время поезжать. Хорошая городишка. Классная. Классная. У них казино стоит старинное. Сан Ремо. И набережную, которую... Владислав Юрьевич. Набережную построили русские. Богатые. И церковь построили. Таксисту говоришь. Russian church. Он говорит. Си, сеньор. Город небольшой. Набережная. То ли Елизавета, то ли Екатерина дала поручение, указ, просьбу. И построили русские богатеи. Классная. Велосипедные дорожки. Берешь 5 евро такой велосипед. Обращаюсь к администрации нашего города. Поезжайте, посмотрите. Кубернатор Воробьев. Поддержите. Отправьте нашего... Администрацию. Кого-нибудь. Владислава. Пускай посмотрит. С видео. Поснимает. Не надо. В Германию. Там холодно. Вот в Сан Ремо. Сан Ремо. 3-5 дней. Вот так достаточно. Спагетти такие... Класс. Горячие. Сразу приносят. Горячие. И вкусные. Вывод. В Сан Ремо. Я сказал. Да. Вот я смотри. Цепелин. Айкью. Потом Теория. Потом Тануки. И потом Сан Ремо. Ого. У нас уже сколько ресторанов в Долгопрудном. Еще есть Дон Давид. Я с ним делал видео. Да. Там. Борщ там есть. Кстати. Такой. Не супер. Пупер. Но хороший. Но он. Но он. Вот этот Давид. Зачем-то он взял имя. Дон. Дон. Такое оно. Многозначное. Это итальянское. Оттуда дует ветром. Вот эти вот. Это. Итало-неаполитанские. Такие настроения. Дон. Дон Базилио. И так далее. Дон Лукезе. И. В общем. Это целая история. С этим. Вообще с этим нужно быть. Внимательно. Но у него. Он выиграет вид. Шикарный вид на океан. Можно классно посидеть. И вроде все просто. И. Я помню. Мы делали видео. Мы сняли. И покушали. И. Вроде бы хорошо. Там тоже пицца. И борщ. Там есть борщ. Следующий ресторан. Вроде бы все. И еще. Вдруг. Внезапно. Если захотите. Итальянскую кухню. Друзья мои. Я заканчиваю. Смотрю уже. Цигель-цигель. Ай-лю-лю. И итальянская кухня. Называется ресторанчик Пепперони. Пепперони. Он не у нас. Именно. В Долгопрудном. Долгопрудный. Город славный. Город чудный. А рядышком. У нас есть. Наша рублевка. Называется. Вешки. Или вешки. Там храм стоит. И торговый центр. Классный. Такой простой. Там большой перекресток. Такой большой. Почти что. Почти что. Как в Щелково. Отдельный рассказ. Надо рассказать. Про Щелково. Про город. Классный сделали. Влад. Надо съесть. Владислав Юрьевич. Вам надо съесть. Город Щелково. И город Ивантеевка. Обалдеть. Я поезжал. Неожиданно. Магазин Глобус. Такой. Блин. И вот наши вешки. Они так сделали. Классненько. Классненько. Типа такая наша рублевка. Фонданчик там стоит. Кстати говоря. Парковки. Два часа бесплатно. И там есть ресторанчик. Пепперони. Зайдите. Покушайте. Там. Всем советую. Там вкусная. Лапша. Спагетти. Пицца. И там вкусный кофе. На удивление. Там по американскому стилю. По американской традиции. И по итальянски. Приходит. И сел за стол. Тебе ставят стакан воды. В Нью-Йорке. Так вот. Чтобы ты не ушел. А тамошние ребята. Пепперони. Пепперони. Только они по-моему. По-моему. Одну букву упустили. Пепперони. Там кажется пишется две буквы П. Они ставят бутылочку с водой. Официант такой. Сережа. Крупный парень. Я говорю. А где вы берете эту воду? Из-под крана? И он честно. Глядя в глаза. Говорит. Да. Сеньор. Пойдемте. Я вам покажу. Я пошел. Кстати. Туалет у них чистенький. Аккуратненький. Я пошел. И он показал. Кран. Но там фильтр стоит. Такой. Как у меня дома. Его надо менять. Кстати. У них хорошая лапша. Покушать. Спагетти. Магетти. пицца. 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 Огненный. Огненный. Туда. 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 И по-итальянски можно поболтать. Там такая у них официанточка. Она знает пару слов. Грация. Мация. Тэрэ. Пэрэ. Хорошая обстановка. Парковка. Подъехал. Все. Вроде бы все. Больше я в попыхах. Я не вспомнил наших ресторанов. Цеппелин. С борщом. Владимир Александрович. Поборите. Сделайте. И кстати. Спагетти. Там. Получились. Быстро застыли. Вот эта девушка принесла. Ваши спагетти. Получилась такая. Со спагетти. Надо поработать. Надо изучить. Такое впечатление. Что там. На кухне узбеки. Или кто там. Наши таджики. Это прекрасно. Замечательно. Но. Надо почитать. Про вот эти. Спагетти. Там есть. Особенности. Чтобы они. Цеппелин. IQ. IQ. Маленький такой. Заниженный ресторан. Подумайте с этим борщом. Все хорошо. Кстати. В IQ стоит лошадь живая. Потом вторая лошадь. Все классно. Там собирается. Публика хорошая. Дети. Слава Богу. Не пищат. Парковочка есть. И я понял. Они молодцы. Сделали даже сами. Парковку. Сами. Сусами. Это плюс. Рейтинг повышает. Но вот борщ. Ну блин. А. И салаты подают в такой шляпе. Такая тарелка. Как шляпа. Много чего интересно. Название. Волк там стоит. Ты заходи. Если. Если. Чо. Цеппелин. Немецкое название. Но. Кухня. Смешанная. Второе. IQ. Третье. Тануки. Тянуки. Острое. Четвертое. Теория. На нем не написано, что это ресторан. Я помню. Жители они обходили. Перед этим спрашивали. Можно открыть. Пункт питания. Теория. И Сан Рэмо. Сан Рэмо. Классная. Если я. Ко мне приедут. Я поведу Сан Рэмо. Они. Проверены. Годами. С уважением. И. Хорошо. Этот парень. Там парень. Какой-то владелец. Что он сделал вторую тему. Стейк. Мясо. Хотите мясо. Хотите этого. Классно. Паковка. Морковка. В общем. Все хорошо. Есть еще какое-то. Еще какие-то. Такие. Кафешечки. Есть шоколадница. Еще я вспомнил. Но она сетевая. Она. Как бы к ней. Они же по стандартам. Все. Из нее нельзя. Там. Не поменять. Не выпрыгнуть. Это. Они задают задание. И все. И человек. Кто взял шоколадницу. Открывает. Он ее делает по расписанию. Дилерская сеть такая. А эти рестораны. Они уже. Ну как бы. Авторские. Они. С ними можно. Им можно посоветовать. И так далее. А. Душевно. Душевно. Я хочу. Чтобы. У нас были. Достойны. Более того. Я так говорю. От себя. Люди есть. Добрые. Как я. А есть. Недобрые. Которые поедут. Там. Домой. Сядет. На фейсбук. Или там. В социальные сети. Зайдет под ником. Журавль. 22. Или. Хрен. С горы. 08. Ласточка. Ну. Придумай какой-то. Волк. Волчонок. Дельфин. И напишет. Я был там. 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 Там полное. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. И правду. И неправду. А. Все что негатив. Он еще и. Усилить. Как этот говорил. Новосельцев. Усилить хочется. А. В целом. У нас хорошо. У нас. Город. Уютный. Сейчас. Дороги новые. Постелили. Сделали. Волк. Переезд. Брат мой приехал. Говорю. У. У вас. Эстакады. Я говорю. Это просто переезд. Он говорит. Нет. Это эстакады. Которые. На улице. Дирижабельная. Они разрушают машины. А там. Где труба. Вот. По улице. Спортивная. Едешь. Гуду. 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 Зубодробилка. Гуду. Мой брат. Он такой. Немчура. Придирчивый. Русские немцы. Они самые. Самые. Трудные. Самые. Придирчивые. Он проехал. Говорит. Ваш город. Как джунгли. Весь. Зарос. Его нужно. Как вот. Человек. Когда долго не стрижется. Ребенок. Особенно. Если пацану 10 лет. Он не стрижет. Он выглядит. Как. Как дикарь. Как индейец. Ему нужно. Прострить. Сделать. Прическу. Под полубокс. Под боксик. Вот. Наш город. Зарос. Мой брат. Говорит. У вас тут. Как. Никитский. Ботанический. Сад. Только. Пострашнее. Никитский. Ботанический. Сад. Это. Культурно. Окультуренный. Парк. Оранжевые. Дорожки. Таблички. Везде стоят. Пожалуйста. Не заходите. На. Куртину. Отдыхающие. Ходят. А что. Другого. Куртина. Уже. Упростили. Написали. Не ходите. По газонам. То есть. Нам. Нужно. Облагородить. Постричь. Проредить. Влад. Говорил. Кронацию. Или как-то такое слово. Кронирование. Постричь. В джунглях. Влажность собирается. С первых этажей. На первых этажах. Наши бабочки. Они бабушки. Они же как наблюдатели. Как камера. А там все закрыто. Ни хрена не видно. И вот это вот. Джунгли. В буквальном смысле. Идешь по улице. Спортивная. Как джунгли. Джунгли. Можно кино снимать. С этим. Шварценеггером. Ночь во Вьетнаме. Темно. Глухомань. Страшно. И влажно. Скапливается. Полный такой. Кишлак. В июне месяце. Еще влажность. Нужно прорезить. Света белого. Не видно. На свет Божий. Есть фраза. Поговорка. Выйди. На свет Божий. Вывод. Вывод. Заканчиваю. Всем добра. Херцли. Великолмон. С уважением. Святослав. Реммер. Пишите. Это фраза. Вы мне сказали. Говорите обязательно. Пишите. Вступайте в клуб. Как там. Ставьте колокольчик. Мои мысли. Мои скакуны. С уважением. Святослав. Реммер. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»